Здравствуйте! Это программа «Нефть» и ее ведущий Лжас Байдельдинов. Все это начиналось, когда мы это прогнозировали. Но мы понимаем сейчас, что не все осознают и понимают, как происходит ценообразование на рынке. И вот как раз-таки сегодня об этом поговорим. Небольшой спойлер для, скажем так, непрофессионалов, не участников рынка. С марта в Казахстане уже есть биржевые торги, уже запущены биржевые торги нефтепродуктами. И как раз сегодня об этом мы и поговорим. Мы пригласили нашего гостя Урозаев Курмет Чеморданович, товарная биржа ЕТС, Евразийская торговая система, он председатель правления. Мы вообще-то приглашали уже до этого, но вот там торги начинались и сказали, давайте вот пройдут первые торги и после уже посмотрим. Но сегодня мы пригласили по скайпу и как раз вот это все обсудим. Курмет Чеморданов, здравствуйте! День добрый! Да, спасибо, что нашли время. Так, ну давайте с общей информацией, да. А что такое товарная биржа ЕТС, какую-то краткую историю, ну вот для широкого зрителя, кто вот не посвящен, скажем так? Товарная биржа ЕТС более 12 лет. Создана она была по поручению главы государства в свое время при проекте так называемом РФЦА, Республиканском финансовом центре города Алматы. Соответственно, на сегодняшний день эта биржа уже достаточно с большим опытом и, наверное, он правильно будет говорить уже о группе компаний ЕТС. Это в первую очередь сама биржа, это клининговый центр биржи. Соответственно, это электронная торговая площадка дочерней предприятия, которая осуществляет корпоративные закупки. Если говорить о стандартизированных товарах, нефтепродуктах по теме сегодняшней передачи, то нужно сказать, что последние несколько лет были серьезные изыскания экспертов, рынка регуляторов по формированию организованного рынка нефтепродуктов в стране. В связи с этим некоторые серьезные мероприятия были произведены государственными органами. И здесь нужно отметить, что недавно созданное агентство по развитию конкуренции проинициировало создание биржевого комитета. Биржевой комитет Республики Казахстан включает в себя руководителей всех наших регуляторных органов, министерств торговли, агентство по развитию конкуренции, антимонопольного органа, министерство энергетики. Это некая диалоговая площадка регуляторов, на которых они определяют стандарты нашего организованного рынка. Соответственно, данный биржевой комитет аккредитовывал биржи, которые будут рекомендованы для организации торгов нефтепродуктами. И вот такой биржей является ЕТС. На сегодняшний день структура акционеров ЕТС включает в себя региональных лидеров в качестве технологических миноритарных акционеров, партнеров Санкт-Петербургскую биржу и Московскую биржу. Как вам, наверное, известно, это лидеры в регионе, лидеры в России по формированию организованных рынков, в том числе и нефтепродуктами. Да, мы, кстати, к российскому опыту, к российским, скажем так, ну, это такие действительно технологические, скажем так, уже компании, к ним сейчас вернемся. Ну, в общем, биржи существуют уже больше 12 лет. Биржевые торги именно нефтепродуктами, они были запущены в марте. И вот вы видели на экране вот этот сайт, портал, да. Очень интересная и такая полезная информация, если вы хотите следить, скажем так, за реальными сделками, за тем, что происходит, какие цены. Ну, вот там все виды торгов, которые есть сегодня, это не только энергоносители, там такой широкий круг, да, в общем. Ну, давайте вот теперь перейдем к биржевым торгам именно нефтепродуктами, предыстории, для чего это нужно. Ну, опять-таки, эксперты и участники рынка понимают, что вот этот механизм, он, конечно, уже давно как бы нужен был, да, в Российской Федерации он уже внедрен, наверное, с начала 2010-х годов, если не ошибаюсь. Ну, вот такая краткая предыстория тоже. Ну, здесь нужно сказать, что опыт начался с жиженого газа, и уже более чем два года жиженые газы торгуются на бирже. Сегодняшний объем от внутренних поставок составил уже 35%. Соответственно, у нас есть некий уже национальный опыт по организации торгов. По сути, круг участников один и тот же. В целом, значит, режимы, форматы торгов, они тоже идентичны. Соответственно, на основе этого опыта и на основе опыта российского, о котором сейчас было упомянуто, были сформированы секционные правила торгов нефтепродуктами. Эти правила, в первую очередь, утверждают требования к организаторам торгов, а также к участникам. Соответственно, есть принцип построения биржевого треугольника. Что это значит? Это значит, что в процессе формирования организованного рынка формируются индикаторы стоимости биржевые, вне биржевые, и определяется некий нетбэк. Зачем это делается? Значит, создаются максимально удобные условия, комфортные условия для того, чтобы запустить биржевую торговлю участникам вне биржевого рынка. В данном случае основным мотивом для участников рынка является формирование некого такого антимонопольного комплайнса, при котором, если участники находятся в рамках этого треугольника, то они обеспечат для себя этот комплайнс. Такой опыт есть в Российской Федерации. Он реализуется уже более трех лет, достигнуты первые существенные результаты. На сегодняшний день, если коротко, каждый четвертый литр в России торгуется на бирже, то есть это 25%. В свое время, так же, как мы, начинали с 10%, рекомендации антимонопольной службы касались только вот этого уровня, но данная воронка оказалась такой эффективной, что вот за буквально несколько лет уже 25% огромного рынка нефтепродуктов России торгуются на бирже. Вот основываясь на этот опыт и на это решение, были запущены торги у нас. Да, да. А вот смотрите, про Россию затронули, да. Я вот за их рынком слежу и, насколько помню, у них всегда были некоторые такие противоречия, потому что структура такая, что есть винки вертикально интегрированные компанией, и они продают определенные объемы там, ну, либо своим компаниям, либо своим сетевым АЗС. В Казахстане как бы такой структуры нет, потому что национальная компания Казмогаз вышла из розничной сети уже там два года назад, и сейчас нефтедобывающие компании, они как бы не имеют там своих сетей АЗС или перерабатывающих каких-то мощностей, да. Это такой более рыночный механизм. Но я, насколько знаю, у них вот всегда есть вот этот спор, да, о том, сколько процентов все-таки должно быть на бирже. Вот винки говорят, что мы можем и без биржи обойтись, потому что продаем там своим компаниям. Кто-то говорит, что тоже мы можем вне биржи заключать как бы прямые какие-то договоры. Вот на ваш взгляд, ну так, просто гипотетически российский рынок брать, да. А вообще, он до какой величины вот этот объем свободных торгов может быть от внутреннего рынка? Ну, практика показывает, что, значит, тот объем, который изначально определил ликвидность на биржевых рынках, он дал, значит, возможность развития его в более чем в два с половиной раза, как я уже сказал выше. И в ближайшее время, как мы знаем, обсуждается увеличение этих требований до 15%. Соответственно, ну, с тем же эффектом мы ожидаем, что около 35-40% наверное могут эти меры дать условий для того, чтобы такой уровень рынка был сформирован на организованном рынке, то есть на бирже. Ну, то есть по СНГ с жиженому нефтеновому газу сейчас 35% от рынка проходит через биржевые торги, по нефтепродуктам бензин, дизель, ну, примерно такие же какие-то параметры могут быть, да? 35% имеется в виду в республике Казахстан. Да, 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 от рынка. Соответственно, с 10% мы начали торговлю бензинами. И комментируя ваш вопрос по поводу, значит, участия вертикально интегрированных холдингов, на самом деле вот треугольник, о котором я рассказал, биржевой треугольник, он как раз и определяет комфортные условия для всех участников рынка. То есть, соответствие этому треугольнику освобождает от каких-то, значит, возможностей выяснений с регуляторами. Соответственно, значит, именно 10% по оценке экспертов формируют справедливый, имеют возможность сформировать справедливый для участников рынка биржевой индикатор. Соответственно, из остальных 90% определяется уровень, это где-то 50-60% регистрации вне биржевых сделок. Соответственно, возникает стоимость вне биржевая, индикатор вне биржевого рынка. И вот в рамках этого коридора определяется, значит, одна сторона этого треугольника, и плюс нетбеки, которые мы в практике, в частности участники рынка, используем. Это наше международное информагентство, это Аргус, Плац, Блумберг, Рейтерс. Соответственно, по практике применяется один из этих индикаторов, которые предоставляются информагентствами, и формируется этот биржевой треугольник. Если таковые участники, то есть интегрированные холдинги, находятся в индикаторах, в рамках сторон этого треугольника, то в принципе у них и нет необходимости, так скажем, раскрывать структуру своих вертикалей, так как они находятся в рынке. Ну, то есть рыночный механизм позволяет, скажем так, снять вопросы вот антимонопольщиков, да? Здесь у нас, кстати, есть еще вот небольшое видео, скажем так, скрина торгов, которые были по бензину. Вот, если не ошибаюсь, 6 апреля первые торги были запущены, вы, может, поправите, да? Ну, давайте вот именно к торгам по бензину и нефтепродуктам перейдем. Что нужно, чтобы принимать участие? Потому что я, насколько знаю, там есть определенная аккредитация, то есть не может человек просто взять, получить там регистрацию и там начать что-то продавать. Ну, продавать, понятно, даже покупать, да? То есть, что, какие требования предъявляются, какие необходимые процедуры пройти, может быть, там какие-то новые участники, которые заинтересуются, также примут участие уже в ваших следующих торгах? В первую очередь надо отметить, что торги проходят в режиме двойного анонимного аукциона. Этот режим предполагает участие одновременно большого количества покупателей и продавцов в анонимном режиме. Это некая такая международная практика, в которой определяются все признанные индикаторы стоимости не только там на товарных, но и на финансовых биржах мира. Соответственно, в связи с тем, что торги анонимные, понятно, биржа выступает контрагентом для всех участников, или как мы на сленге называем центральным контрагентом, и обеспечивает риски всех участников. Должен быть сформирован единый среднестатистический портрет участника для того, чтобы лимиты, так скажем, и риски участников были полностью организатором обеспечены. По нашему законодательству, буквально с октября прошлого года, имеется возможность предмога доступа по так называемой дилерской схеме. Есть квалификационные требования к дилерам, которые утверждены секционными правилами. И, соответственно, предполагается так называемая брокерская схема. Брокерская схема предполагает возможность участия клиентов-брокеров с участием брокера по поручению клиентов от имени и, соответственно, в качестве агента. Такая схема реализована на всех, так скажем, организованных рынках. Соответственно, нашим участникам предоставлена возможность участвовать в том режиме, который будет удобным, комфортным. И, соответственно, значит, это и предполагает... Курмен Шамарданов, смотрите, я, если не ошибаюсь, но поправьте, по сжиженному газу, когда торги внедряли, там было требование для покупателей, что они владеют либо какими-то базами, либо емкостями для хранения, либо сетью АГЗС, то есть, чтобы не было спекулянтов, которые могут прийти и набежать, там, условно говоря, весь объем скупить, а потом продавать дороже. Вот по нефтепродуктам такие требования есть к покупателям? Да, конечно. Значит, в состав биржевого комитета входят также ассоциации наши. Это, в первую очередь, ассоциация продавцов в лице Казынаджи, это ассоциация покупателей в лице топливной ассоциации, куда входит большинство наших сетей, нефтебаз. Соответственно, понятно, в режиме анонимного аукциона мы должны обеспечить риски попадания в систему непрофессиональных участников, поэтому хвал требования определяют, значит, ту инфраструктуру, которую должен иметь участник для того, чтобы иметь возможность участвовать в данных торгах. Плюс, значит, определяется требование к финансовым возможностям к платежеспособности данного участника. Соответственно, предварительно до торгов депонируются денежные средства, которыми участники подтверждают свою платежеспособность. Ну, то есть, просто какой-то спекулянт прийти купить не сможет, это достаточно такой организованный, по-правильному, скажем так, организованный рынок. Ну, у нас к завершению уже подходит программа. Давайте вот последний вопрос. Первые торги, которые состоялись, вот ожидания и реальность, да, вот что-то, может, лучше прошло, что-то там, может быть, нужно подкорректировать в этом механизме. Ну, и какие планы по развитию вашей площадки вот в этом, в следующем году? Ну, нужно сказать, что была проведена очень большая работа, и вот в течение двух лет было обучено более трех тысяч специалистов, значит, представляющих компаний нашего рынка нефтегазового. И, соответственно, значит, мы ожидали создания максимальной возможной ликвидности. Мы ее, в принципе, получили, получили первые котировки, первые индикаторы. Но видим, что не все еще участники успели, значит, на первых секциях поучаствовать. Соответственно, ожидаем активности в следующих периодах. А с точки зрения планов, ну, как, наверное, известно, участникам рынка, был принят перечень биржевых товаров, согласно которого уже в этом году, во втором полугодии планируется запуск летнего и зимнего дизельного топлива, авиакеросина. Соответственно, кроме бензинов, нами запущены торги битумом, поэтому в этом отношении нынче достаточно такой активный год. Хорошо, спасибо большое. Я напомню, у нас в гостях был представитель правления товарной биржи ИТС Урозаев Курмет Шаймарданович. Большое спасибо вам. Спасибо. Я добавлю, что помимо развития конкуренции и свободного рынка, открытого ценообразования, еще есть и, скажем так, конкуренция в квадрате, потому что не только вот одна биржа, например, в Казахстане может осуществлять это электронные торговые площадки, там есть несколько ЭТП, и эти торги могут проходить на нескольких. То есть у нас конкуренция в квадрате, у нас не просто конкуренция и открытое ценообразование на рынке, У нас еще и несколько, скажем так, этих площадок. Ну, с марта начались биржевые торги нефтепродуктами. Это, конечно же, позитивный сигнал, это хороший сигнал. Будет открыто вот этот механизм ценообразования, к которому, ну, бывают периодически вот такие вопросы в периоды роста цен. Ну и, конечно же, мы видим, и вот как сегодня тему обозначили, уже несколько нефтепродуктов, ключевых нефтепродуктов будет торговаться на бирже. Хотя я сегодня опять-таки услышал фразу, что все-таки без ценовых агентств не обойтись. Ну, куда без аргуса, да, как говорится. Но в любом случае это очень позитивный сигнал для рынка. Все желающие, я подчеркну, этот сайт там даже не требует какой-то регистрации, можно заходить и просматривать, как проходят торги, по каким ценам завершаются сделки. Причем это есть базис поставки, то есть это там в Атерау, например, в Павлодаре. И вот эти цены можно сравнивать и смотреть, где какие цены и как меняются они. Это очень интересный инструмент. Я думаю, мы в конце года еще вернемся и посмотрим, как же вот проходят эти торги, что изменилось в этих торгах, какие объемы будут меняться. Ну, в завершении, напомню, это программа БДД «Нафтнефть». Мы увидимся через неделю на Атамикен Бизнес. Субтитры подогнали Симон.